Какое недовольство персонала? Эта больница, она не единственная, где задали такой вопрос Почему кто-то получил по всем трём постановлениям, а мы тоже имеющие контакт с этим больным, его не получили? Дело в том, что не случайно президентом просмотрено две программы Одна программа для всех врачей практически, это программа контакта и осмотра больного Потому что каждый врач сейчас находится с элементами угрозы Он идёт, осматривает больного, больной может быть с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с неврологией Одновременно у него может развиться и ковидная инфекция, и воспаление лёгких, он имеет контакт 415-е постановление как раз использует это за контакт с больным, за его первичный осмотр, непосредственно диагностику С последующим направлением в ковид-госпиталь все должны получить эту выплату И как вы видите, здесь сотрудники эту выплату получили Да, с перерасчётом, да, с некоторой задержкой, о чём уже было, отмечал наш прокурор Но они получили эту выплату полностью Вопрос стоит в восстановлении 484, который предусмотрен исключительно для ковид-госпиталей То есть это специальные лечебные больницы, которые прошли подготовку для обеспечения соответствующего лечения Имеют запас средств, специалистов, набор техники и длительное время работающие непосредственно с этой инфекцией Буквально каждому из них, как риск, президент сказал, а также бригадам, помощи, скорой, специально выделенным постановлениям Которые транспортируют таких тяжёлых больных вот с таких больниц, с других лечебных учреждений Положено выплату по 484 Конечно, они значительны, конечно, они предусмотрены только за контакт без учёта рабочего времени Вот это и вызывает эти вопросы Но надо людям объяснять Нужно не просто объяснять, а выделять определённую группу людей У нас есть собственный бюджет, у нас есть собственные возможности учреждения Ни один врач, который вкладывает сейчас в эту инфекцию свой труд, свою заботу, не должен остаться в этой стороне Для этого существуют наши главные врачи, для этого существует аппарат администрации больницы Он должен работать, он должен слиться с коллективом в это трудное время Мы сейчас говорили с администрацией, мы говорили с профсоюзами Мы говорили непосредственно с администрацией больницы Она нам обещала немедленно вникнуть, глубже войти в этот коллектив И решить эти вопросы прямо в ближайшие дни и часы Ну вот, какие меры регулирования данного вопроса будут приняты со стороны Минздрава? Мы обратимся непосредственно в наше правительство Обратимся непосредственно в Министерство хозяйства России В том, чтобы дальше, так как это постановление действует всего три месяца Я думаю, что инфекция ещё продлится дальше Они нашли те меры, которые более локально закрыли бы все эти потребности медицинских работников В оплате их труда Ну вот, что касается данной больницы, нет плана перевести её в ковид-госпиталь? Ну, это вопрос немножко другой Этот план уже не то, что есть план, а он осуществлён Дело в том, что растёт количество больных И мы эту больницу подготовили как резервную Если внимание будут продолжать поступать, то мы её открываем буквально через три дня Как ковид-госпиталь И она получит все эти выплаты 484, все врачи, которые здесь работают Они будут обеспечены полную оборудование Ну, не все те, которые работают в этой больнице с ковид-больной Конечно, само собой разумеется Вот, а мы сейчас говорили про инфекционное отделение Действительно, их труд очень тяжёлый Очень тяжёлый Он выделяется в том числе небольшой, но ежемесячной, вообще постоянной доплатой за риск с инфекционными больными Вот, но здесь новая инфекция, новое направление, более тяжёлый труд Вот, и главный врач найдёт возможность решить с этими пациентами путём доплаты и каких-то других вещей То, что произошло сейчас, положительную сторону для медицинского работника Мы сейчас за каждого медицинского работника За каждую медсестру, за каждого врача